Дорогие друзья, всем привет! С вами проект Индубай, меня зовут Анна, и мы продолжаем снимать интересные видеорепортажи и интервью с людьми, которые уже переехали в Дубай. Сегодня мы в этот прекрасный солнечный день встретились с Ольгой и с Виталием, и чтобы пообщаться, чтобы узнать о них все очень важные вопросы такие, которые очень многих людей интересуют. Привет! Привет! Оля, как так получилось, что вы вдруг бросили свою старую жизнь в Украине и решили переехать в Дубай? Ну, не вдруг, во-первых. Я два раза уже была до этого, приезжала в 2011 году, в 2012 уже приехала с Виталиком сюда. Долго думали, хотели, в принципе, хотели переехать, поменять место жительства, потому что в Украине сейчас очень сложно, и будущего как такового, очень призрачное будущее. Там много стран перебрали очень, и после того, как здесь два раза уже побывали, решили, что это наша страна. Нам здесь очень было комфортно, с трудом уезжали отсюда, и после того, как уехали, решили, что обязательно переедем, и делали все возможное, чтобы быстрее переехать сюда, и как бы однозначно были таймера для переезда. Понравилась страна, ощутили себя комфортно, ощутили себя в своей стране, решили, что надо остаться. А чем занимались в Украине, чем вообще до этого занимались, где жили, вот можете об этом тоже немножечко рассказать? Мы сами с Украины, жили в Харькове, я менеджер, долгое время в разных компаниях работал, Ольга тоже и менеджер, и бухгалтер, тоже перепробовали себя в куче областей. Ну, не знаю, как бы машина, квартира, дача, был-была, многие нас не поняли, почему мы вдруг решили уехать. Бросить все. Да. Как бы, ну, на самом деле довольно трудно оставить друг за спиной все и уехать в никуда. Этого, ну, во-первых, не все могут понять, даже не говоря о том, что не все могут сделать, даже понять этого не каждый может. Ну, на самом деле, человек стремится всегда к чему-то новому, хорошему. К светлому будущему. Мы надеемся, что светлое будущее как раз ждет нас в этой стране. А когда именно вы переехали, сколько уже здесь живете именно, в Арабских Эмиратах? Здесь мы еще недолго, осенью, в сентябре переехали сюда, уже получили визы, вид на работу. Ну, работаем, устроились, живем. Пока не жалеем ни о чем. И я надеюсь, как бы, и не будем жалеть. Какие были первые впечатления в Дубае, когда только вот вы сошли с самолетов? Что ощутили вообще? Какие впечатления? Скажи громко. Вау! Конечно, это вау! Первое это было. Хоть мы как бы с 21 века приехали, но такое впечатление, что попали в 22 век. Конечно, это Бурж-Халифа, это культура, это отношения. Во всех аспектах, где бы ты ни был, это вообще... После Египта приехали три женщины, я, мама и дочка. Муж очень тяжело переносил, он думал, что тут так же, как и там хватают за руки. Это, в первую очередь, культура, чистота, красота. Самые положительные эмоции, которые могли быть. И, конечно, это в большой степени повлияло. Конечно, эти первые впечатления, такой плюс большой. Во всем, везде плюсы. Для туристов это тут вообще одни плюсы. Это уже, когда здесь живешь немножко, находишь минусы, естественно. Самое лучшее впечатление. Самое главное здесь безопасность. То есть человек может не беспокоиться за свою жизнь, имущество, за жизнь своих близких, за детей. Это очень большой плюс, когда вы не беспокоитесь о хотя бы таких элементарных вещах. А можете вот сказать, какие плюсы стоит вообще переезжать в Дубай? Какие именно плюсы вы видите в этой стране? Ну, не в Дубай, наверное, вообще, в Эмирату, да? Ну, как, плюсы. Если у человека, конечно, есть где-то там за спиной своей родной страны нефтяная вышка, то смысл переезжать сюда очень маленький. Если человек стремится к чему-то новому, что-то хочет, то ему надо только себе поставить задачу, что я хочу. Все. Дальше все зависит от чего. Можете по пальцам сказать, какие плюсы? Плюсов на самом деле много. Во-первых, мы кардинально поменяли сферу деятельности. То есть здесь люди востребованы в любой сфере деятельности. Можно себя проявить, ну, я не знаю, если был строителем, можно этим менеджером, продавцом, как бы там, или пекарем, если ты всегда там умел, но не мог это профессионально сделать. Опять-таки безопасность. Будущее своих детей, безопасность, культура, опять, тоже, как бы, ну, нет налогов, большой плюс. Многие, ну, как бы, там, очень переживают. Здесь нет, здесь с этим, скажем так, не заморачивайся, на это не обращаешь внимания. Опять-таки плюс, лишним голова не занята. Нету такой политической нестабильности, так вот, допустим, в нашей стране, где власть думает только о себе. Соответственно, те, кто не у власти, думают о том, как прийти во власть. А об остальных никто не задумывается. Здесь, конечно, в этой стране, можно сказать, построен коммунизм. Коммунизм для своих граждан. Я думаю, вы когда-нибудь сделаете передачу, которая будет описывать, как живут именно локалы, граждане Эмиратов. Да, если получится. Сколько и как о них заботится государство. Ну, для других, многих людей из других стран, это будет, честно говоря, шок. Да, это точно. Плюсы плюсами, но, конечно, есть, наверное, и свои минусы. Скажите, вообще, какие минусы, с какими трудностями вам пришлось столкнуться при переезде в Арабские Эмираты? Самый большой минус – это язык. Язык незнания языка. Когда вы переезжаете в чужую страну… Да, это язык, ну, самый большой минус – язык. То есть, если человек заранее хочет сюда приехать, ему обязательно надо заняться языковыми курсами. Айти даже пусть не на углубленные курсы, а просто с тем, чтобы он мог, приехав сюда, общаться. Хотя бы на начальном уровне. Работу найти можно, даже без знания английского языка, потому что есть куча компаний, которые именно связывают свою деятельность с русскоязычным населением, с туристами русскоговорящими. Ну, если человек хочет расти, ему обязательно нужен язык. Потому что даже не в том смысле, что расти, если он хочет комфортно жить здесь, все равно нужен язык. А нужен какой язык? Арабский или английский? Конечно, английский. Но еще такой большой минус – это их государственные учреждения. Кто сталкивался, конечно, есть такая поговорка – арабское время эластично. Тут к этому привыкаешь, потому что никто не знает, когда у тебя будут готовы документы, где искать эти документы. Это как бы для нас, мы более эмоциональны, чем арабы. Для нас это минус был, как бы с этим сталкиваешься. Ну, тоже привыкаешь, в принципе. Как таковых минусов очень мало. Плюсы все равно перекрывают минусы, даже маленькие те минусы. Трудности. Многих интересует. С какими вы трудностями столкнулась при переезде? Лично мы столкнулись с одной такой большой… Я, по крайней мере, столкнулась с этой трудностью. Так получилось, что Виталик раньше уехал в Эмираты, вылетел, ему раньше сделали визу, а я ждала, так называемую, хасбенд-визу мою. И прошел достаточно долгий для меня срок, это полтора месяца, когда мы практически не общались, потому что были проблемы с интернетом. Я была на Украине. Конечно, большое всем, огромное спасибо всем. За поддержку. Да, всем из проекта «Ин Дубай» за поддержку, со всеми переписывала, все меня поддерживали, все успокаивали, что это я еще не так долго жду визу. Это была самая большая трудность, но мы ее преодолели. Полтора месяца я была на Украине, ждала визу. Ну, как бы, что нас не убивает, делает нас сильнее, поэтому кто преодолевает это, потом, как бы, очень много положительных эмоций, когда получают эту визу, вплоть до танцев. Зато встреча радостная была. Да, встреча была радостная, все ждали, да, все скучали. Как бы, это одна такая, самая большая трудность. Больше, как бы, бытовые все трудности, они решаются здесь быстро, особых таких трудностей не было. Первый месяц, когда вы приехали, я знаю же, что по туристической визе приехали сюда, и сами, да, самостоятельные путешественники сами отправились. Вот в эти, вот в эти первые месяцы, какие трудности особенно были? Первая трудность – это перенастроить то, что ты приехал не отдыхать. Да, ты не турист. Вот это самая, самая главная, важная вещь. То есть, да, можно пойти покупаться, можно пойти, зайти в магазин, но должен быть настрой, что ты приехал искать работу. Соответственно, будешь работать, а не отдыхать. если человек этого не почувствовал, это повто. И как бы тоже вам большое спасибо, то, что мы быстро преодолели эту тоже небольшую трудность. Здесь никто никого не ждет. И когда спускаешься с трапа самолета с чемоданом, ты должен реально понимать, что тебя здесь никто не ждет. Таких, как ты, прилетают, каждые 20 секунд садятся самолеты, не все туристы, поэтому тоже эта трудность была очень быстро, мы ее преодолели, и шли вперед, вперед, вперед. И трудность, как бы небольшая такая, маленькая трудность была, это тоже писали мы статью снятия квартиры по турвизе. Я думаю, что мы дадим ссылочку на вашу статью. Да, там есть статья, поэтому небольшая такая трудность. Приехали как бы в розовых тонах все. Снять квартиру на небольшой период времени довольно затратный и проблематичный вариант. Потому что здесь в основном идет год, два аренды. Ну да, уже все, кто на резидентской... Можете сказать, как приехать и снять квартиру? Хотя бы, ну, в двух словах, что сделать? Да, пойти. Объявление, и, конечно, проще всего искать шеринг, не отдельную квартиру, потому что отдельные квартиры это достаточно далеко, в основном это Discovery Garden, там, ну, то есть транспорт, а съездить на собеседование, это проблематично, это затратно. Поэтому, конечно, проще искать с кем-то, скооперироваться, желательно заранее уже, может быть, кого-то найти, кто-то опять-таки хочет переехать, и проще всего искать шеринг. Потому что по деньгам это будет... Да, это будет гораздо лучше. Опять-таки, комфортные, нормальные, большие квартиры, комната с отдельной ванной обычно, это как номер в гостинице, вполне комфортно. Если кого-то это не устраивает, тогда надо брать сразу же отель с апартаментами, то есть... Да, вот мы сняли отель с апартаментами. Сразу, чтобы в номере была кухня. Сейчас во многих отелях предоставляется такая услуха, то есть в номере есть сразу же стиральная машинка, печка, посуда, сушка, гладилка, утюг, то есть все, полноценная квартира. Она, конечно, будет чуть... Она будет значительно дороже. Здесь по деньгам можно сказать только от того, в какой период времени это будет. Допустим, сейчас это будет довольно дорого. В сентябрь, допустим, август это будет дешевле. Если брать квартиру, то это будет не меньше тысячи долларов в месяц раз. Плюс коммунальные, плюс завод. Интернет. Очень частый вопрос, который спрашивают наши подписчики, это сколько денег нужно взять с собой при переезде? Столько, сколько сможете. Да. На самом деле, надо подсчитать все свои затраты. То есть, в эту сумму не должны входить билеты, в эту сумму не должна входить сумма проживания. О проживании надо думать тогда, когда вы еще не уехали. Все. Остаются деньги, которые вам должны хватить на жизнь, то есть питание на проезд и развлечения, если вы хотите. Маленькие радости какие-то себе нужны? Как думаете, сколько минимум, скажем так? Минимум. Максим-то понятно, он беспредельный, да? Меньше 5 тысяч долларов. Минимум на самом деле здесь можно обойтись и небольшой суммой. Потому что, если человек хочет экономить, он может пойти и питаться в те же афганско-пакистанские ресторанчики, где за те же 20-25 дирхам человек один не съест эту порцию. Месяц в любом случае минимум вы будете без зарплаты. То есть здесь еще нужен запас естественно денежных средств до следующей зарплаты. Мне кажется, меньше 5 тысяч долларов не стоит. Соответственно, если человек будет питаться сам, это одна сумма, в кафешках другая, в ресторанах другая. Останутся деньги хорошо, себе можно приятное сделать. шоппинг в третье, поехать куда-то развлечься четвертую. Здесь много соблазнов. День не здесь. Все посчитать, но не менее 5 тысяч долларов. Мне кажется, не меньше. Ну, если рассчитывать 2 месяца и сразу же оставаться дальше на работе. Чем занимаетесь сейчас? Где работаете? Сейчас мы трудимся в сфере недвижимости. Нашли работу... Спасибо проекту Индубай опять-таки за ваше видео с могилом Калямовичем Шангареевым. Нашли через... Как бы вспомнили об этом видео уже здесь. Позвонили, договорились собеседование. Прошли собеседование. Нас взяли на стажировку. Прошли стажировку, все получилось. Да. Как бы меньше даже, чем планировали, мы стажировались. Нас как бы достаточно быстро взяли на работу. Как быстрее визу получили? Моя виза была где-то в течение двух недель, наверное. Мы уехали из Эмиратов в Украину. В течение двух недель я получил свою визу и прилетел сюда. Сначала получаешь employment, по ней прилетаешь в Эмираты. И после этого уже начинается делать виза, которая уже вклеивает в паспорт. Хорошо. Сложно сделать хазборд-визу в Жене? Ну, во-первых, для того, чтобы сделать хазборд-визу, должна быть определенная сумма зарплаты. По-моему, не ниже пяти тысяч дирхам раз. Должен быть контракт на квартиру. И все. Чтобы же не было где же. И, соответственно, еще должно быть легализировано свидетельство о браке. Вот это, кстати, еще один момент. Если едет муж и жена, даже с одинаковыми фамилиями, возможно, трудности без легализации документов. Как украинцам сделать легализацию документов? Что-то подсказать служить? У нас есть куча фирм, которые занимаются именно легализацией. Конечно, можно все сделать самому, пойти к нотариусу. Нотариус переводит документ, заверяет. Потом или же фирмы, которые специализируются на легализации документов, передают это все в Киев. Или человек может сам поехать туда. Ему нужно попасть в Министерство юстиции, в консульство украинское. После этого он приезжает в Дубай. Здесь, в украинском консульстве, опять же, нужно поставить печати. После этого еще одна печать ставится в Министерстве иностранных дел эмиратов. Это заранее лучше сделать? Или когда уже сюда приедешь? Лучше, лучше заранее. В Украине все это занимает примерно 3-4 недели. Как удалось найти работу? Рассылали свои CV куда только могли, на какие только должности, как бы активно штурмовали просторы интернета. Потом увидели на вашем проекте видео про фирму, которая занимается недвижимостью и решили себя попробовать в этой сфере. здесь достаточно интересно. Для нас это вообще было совсем кардинальный поворот в нашей сфере. Мы никогда вообще не занимались, поэтому решили позвонить. все хорошо. Арабские Эмираты прекрасно. Как вы проводите свободное время обычно? Здесь свободное время проводятся два варианта. Первый шопинг, второй отдых. Отдых бывает пассивным и активным. То есть люди или спят или гуляют. Мы дома не сидим. Мы гуляем. Вы теперь уже живете здесь, все знаете, все места. Что туристам посоветуете, куда сходить, где что посмотреть обязательно? Ну, мы живем в маленьком городе, скажем так, по сравнению с Дубаем. Этот Шарджа граничит с Дубаем. Ну, тоже очень много есть где погулять, что посмотреть. У нас тоже очень много парков. Есть такой Арманджас парк знаменитый. Там тоже фонтаны есть, правда, не музыкальные, как в Дубае. У нас световые фонтаны. Красивое очень лазерное шоу есть свое. Это тоже очень интересный парк. Есть канал Аль Казба так называемый. Там самое большое колесо обозрения. Бока Востока называется. Вот тоже очень интересно. С этого кольца обозрения видно Дубай. Можно посмотреть, не выезжая за пределы Шарджа на лодочках можно прокатиться, как в Дубае Крик. То есть достаточно интересно. Есть развлечения. На самом деле Шарджа буквально полчаса даже на городском транспорте и вы уже в Дубае. Да, границы как в таком нет. транспортная сеть развита очень хорошо. В Шарджа тоже можно ехать туристам или им все-таки лучше в Дубае. Опять же, кто как любит. Кто-то любит активный образ жизни, активный отдых. Ему люди, движения. Такие люди едут в Дубай. Кто-то едет, хочет просто отдохнуть. Хочется ему позагорать, иметь возможность за короткое время попасть в Дубай. Все, тогда Шарджа. Шарджа более спокойный город, намного меньше, такой умиротворенный, конечно. Сейчас очень развивается еще один эмират Рассельхейма. Там раньше это был, конечно, эмиратик небольшой. Сейчас там идет и застройка большая, и развитие инфраструктуры. Туристов очень много сейчас. В основном там иностранные туристы, русскоязычные, только недавно появились. В принципе, многие довольны, потому что там на самом деле красиво. и буквально час уже в Дубае. Вопрос такой, который, наверное, спрашивают все наши подписчики всегда. Жалеете ли вас в своем переезде? Странный вопрос. Вопрос нет, конечно, не жалею, потому что абсолютно те, кто приехал сюда, даже не задумываются таким вопросом. даже не встает в мыслях такой вопрос. во-первых, надеются только на лучшее, а во-вторых, почти у всех получается. Лично мы довольны и не жалеем, что переехали в Эмират. Супер. Какие у вас сейчас планы на будущее? Расти, развиваться профессионально, конечно, здесь, укрепляться, перевести семью, дочка еще осталась на Украине, обучить уже ее здесь в школе. Здесь намного лучше образование для ребенка, соответственно, страна намного лучше для ребенка в плане безопасности, в плане того, с кем она будет общаться, потому что у нас дочка 12 лет, как раз такой вот подростковый возраст, когда становится как личность. Соответственно, ребенок должен быть ближе к родителям. И окружение должно быть достойным, поэтому планы далеко идущие в этой стране. Ваша семья осталась там, дочка, родители. Как вы сейчас отношения, общаетесь, скучаете, как они там? дочка недавно приезжала с тещей к нам на Новый год. А так, конечно, тяжело, когда отрываешься от семьи, когда часть родственников там, мы здесь. Ну, слава Богу, есть интернет, скайп, вибер, тот же ватсап, соответственно, можно с семьей хотя бы общаться. Это сближает хоть чуть-чуть. Тяжело, конечно, очень тяжело. Ждем всех в гости постоянно, всех зовем, друзей зовем, ждем уже, когда вот закончится наконец-то учебный год, приедет уже дочка, уже будет немножко хотя бы полегче. Это действительно нормально отреагироваться в стойке? Приняли, они это приняли. Родители тоже понимают, что мы поехали сюда не просто так, мы здесь не отдыхаем. Потому что одно дело, если бы мы приехали сюда и просто отдыхали бы ничего не делали. Это совсем другой разговор бы был. Все понимают, конечно. Важный вопрос. С учетом вашего опыта хотелось бы услышать от вас советы тем людям, которые переезжают в Дубай. Если решились на переезд, если есть уже какие-то планы, максимально ускорить этот процесс, максимально мобилизироваться и идти к этой цели, не затягивать, естественно. Потому что чем больше отодвигаешь, тем больше всегда есть какие-то препятствия, какие-то моменты. Чем быстрее это сделаете, тем быстрее это перейдете, в себе это быстрее переживете, какие-то трудности. То есть максимально приблизить эту дату. Надо ставить дату. я хочу в этот день уже улететь. Все. Да, четкие цели нужно поставить. Иначе это может тянуться годами. Потому что на самом деле любой человек это ленивый человек и просто сорваться с места не каждый может. еще какие-то советы? Советы? Ну, английский уже советовали, легализацию документов советовали. Вообще, конечно, хорошо, когда человек едет в страну, уже зная хотя бы чуть-чуть о стране. Потому что если человек вообще ничего не знал об Эмиратов и приехал в эту страну, и тут начинает удивляться, а почему это нельзя, а почему это нельзя, почему это запрещено. Так, и совет туристов. Мусульманская достаточно страна, сейчас как бы общаемся с туристами, уважать эту страну, уважать законы, потому что наши туристы не все всегда прислушиваются, они всегда опять-таки в интернете уже очень много написано, очень уже много форумов на эти темы, от одежды до поведения, как бы нужно учитывать, что вы приехали в мусульманскую страну, и как бы нужно не следовать, конечно, этим законам, но хотя бы прислушиваться и уважать законы, или вы живете, кто уже переезжает, живут здесь, я считаю, что нужно к этому прислушиваться. А можете таки шагом сказать, вот я, например, человек, который переезжает, скажите, что мне сделать, чтобы я переехала по шагам в такую небольшую... Во-первых, определиться, хотите вы или нет. Все. На данном этапе можно половину людей отсеять сразу. То есть часть людей говорит, ну, может быть, я бы переехал, но для этого надо, чтобы меня кто-то вот взял и пихнул туда. Этого никто делать не будет. Это вы должны сделать только сами. Все. Это главный и единственный этап. Больше вам ничего не надо. Надо только желать. Поставить четкую дату, обязательно подготовить все документы, обязательно, как бы, к этой дате все должно быть готово. Небольшой багаж вещей собрать, не надо за собой все, как бы мы с этим столкнулись. Не надо сюда вести зимние курточки. Утепленные, хорошие, теплые костюмы. Обязательно CV сделать в резюме, обязательно. Опять-таки, есть сайты, четкие здесь есть требования к составлению резюме, оно должно быть в электронном виде. Можно несколько вариантов распечатать, то есть быть готовым к тому, что придется, может быть, ходить по офисам и раздавать, оно должно быть еще в распечатанном варианте, на носителе каком-то типа флешки должно быть, это обязательно. Ну, что еще? Что вы еще посоветите? И опять-таки, идти к этой цели семимильными шагами. Хорошо, конечно, если кто-то будет здесь поддерживать, опять-таки, может быть, кто-то из знакомых уже есть, какие-то друзья, кому можно обратиться очень сильно. Случаи могут быть любые, никогда не знаешь, что здесь будет тебя ждать, опять-таки, какой-то круг уже хотя бы знакомых должен быть. Всегда это, всегда проще, всегда помогает, всегда поддержка. Конечно, идеально, если есть кто-то из родственников, знакомых, у которых можно даже первое время пожить, потому что квартира является довольно большой затратной частью. ну и даже человек, который может с вами перегнать, просто поговорить после приезда. Да, это очень помогает. Опять-таки, с тобой встретились буквально сразу после приезда, это такой позитивный настрой, семимильными шагами к своей цели пошли, очень сильно помогает, все готовы общаться, потому что очень тяжело в самом деле. Делать шаг, да, а потом уже здесь достаточно все равно какие-то психологические барьеры всегда присутствуют. Спасибо вам огромное, Оля, Виталий, дали действительно полезную очень информацию, поделились, я думаю, очень многим нашим подписчикам пригодится эта информация. Еще хотела вас спросить, если как-то можно с вами связаться, если люди захотят пообщаться, спросить, может быть, что-то у вас познакомиться. Конечно, конечно, есть ВКонтакте, пусть пишут. Мы дадим, наверное, ссылочку на ваши странички ВКонтакте, и каждый кто захочет, может вас добавить в друзья и пообщаться, спросить, что-то у вас конечно. Спасибо огромное. Передаем привет проекту Индубай, все, кто участвует, всем, кого я знаю, всех, кого я не знаю, ребята, старайтесь. Спасибо всем большое. Мечтайте, ставьте задачи, выполняйте, все будет хорошо. Главное ставить цели, достигать их, и все получится, все будет хорошо, и идти намеченным путем к своей цели, все будет просто супер в этой жизни. Друзья, на этом все. Наша встреча подошла к концу. Надеюсь, для вас эта информация была очень полезной. От себя я хочу сказать, что в описании к этому видео вы найдете все полезные ссылочки. Это на статью Оля о том, как они как раз искали квартиру, а также на страничку Ольги и Виталия ВКонтакте. Обязательно их добавляйте в друзья, пишите им приветы, благодарите, пишите вопросы, они очень добрые, искренние люди, они вам обязательно ответят. Кстати, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы регулярно получать наши видео. Видео мы снимаем каждую неделю. Если вы не видели другие наши видеоинтервью с людьми, которые переехали в Дубай, обязательно посмотрите, потому что в каждом интервью вы найдете что-то, что вам действительно пригодится. Каждый человек имеет свой взгляд на свою историю переезда, и любая информация вам обязательно понадобится, если вы будете переезжать в Арабские Эмираты. на этом все. С вами была Анна Надырова специально для канала Индубай. Оставайтесь с нами, всем хорошего дня! А вообще, ребята, относитесь ко всем трудностям, как пингвины с Мадакаскаром. Машем и улыбаемся. Улыбаемся на этой машине.